Всем добрый день! А я на своих луково-чесночных грядках. Начну с лука, с чеснока. Чеснок уже достаточно пожелтел. Его надо подкормить азотовсодержащим препаратом. Мероприятие это надо было сделать еще на той неделе, но дожди проливные как бы помешали мне это сделать. Лук же в основной своей массе стоит достаточно хороший. Ну и основной вопрос, чем же подкормить лук-чеснок? Я давно применяю на своем огороде вот эти удобрения. Для всего. Они выпускаются специализированные. Вообще были такие планы, что подкормить я хотела было родилкой. Но она оказалась просто не готова. Я делала раствор на полбочки, но дожди ее заполнили доверху, и она не успела вступить в реакцию. Сегодня, да, заполнила вот такими остатками органикой ее. И буду ждать еще неделя, но буду уже подкормить, возможно, даже еще и лук с чесноком, но остальные культуры. До, грубо говоря, середины июня смело можно применять практически на всем, исключая скороспелые и уже начинающие ступать под доношение культуры. Ну, типа вот той красавицы. Клубники можно будет пролить, но не всю. Вот сейчас бы хорошо было бы ее пролить этим раствором, но не судьба. Также можно было бы замочить что-нибудь из разряда куриного помета. Перепелиный помет хорошо, но, опять-таки, ему надо время для настоя. У меня сейчас этого времени нет. Я нашла вот это удобрение, и буду поливать сейчас мой лук-чеснок. Впоследствии я хочу его еще и замульчировать. Этот препарат на 10 литров пачка настаиваем и используем литровую кружку на лейку, 10 литров. И поливаем. Приблизительно на грядку у меня уходит около 3-4 леек. То есть земля у нас сейчас достаточно влажная, поливать ее не надо. Лук-чеснок прорыхлила. И сейчас мне его надо подкормить. Поливаем под корень. Приблизительно лейка на полтора погонных метра. У меня получается так. О луке я рассказала, ну и по возможности показала. Лук неплохой, в принципе, на данном этапе. Чеснок, конечно, похуже, но в плане желтизны. Но все это дело поправимое. Все это не так страшно, как кажется. Все будет нормально. Ну все, пока-пока.